Здравствуйте, дамы и господа! Приветствую вас на нашем канале MaxNiveShop. Сегодня я буду рассказывать про нашу новинку, брендовую новинку. Это компактный Gore-Fix Skinner ADC-Fix, как угодно называйте, нож-хит. Он цельнометаллический, тире-фулл-танк. Значит, у него здесь на рукояти два вида материалов мы предлагаем, но от одного уже решили отойти, он на заднем фоне. Это дерево, кавказский орех, ну, либо стабилизированная карельская береза. Мы все-таки решили оставить исключительно вариант со стеклотекстолитом G10 в разных расцветках. Многие уже в наших социальных сетях видели вариант красно-синий. Они все разошлись мигом, и то, что сейчас делается, уже тоже занято. Но не об этом сейчас. Так вот, пишите вообще, что думаете касаемо деревяшки на рукояти. Вот, если будут множественные запросы, то, возможно, мы к этой истории вернемся. Но сейчас поговорим, собственно говоря, о ноже, как он рождался на свет. Вот, что пытались донести в концепции этого изделия. Суть в том, что, ну, я лично являюсь проповедником именно фикс-ножей в качестве EDC. Это мнение непопулярное, но, тем не менее, для меня оно имеет место быть. Потому что фикс небольшой, он по конструкции всегда будет надежнее любого складного ножа. Он всегда более легок в эксплуатации. И он всегда будет надежней. Он всегда будет надежней. Вот. И по цене он всегда будет дешевле, если взять что-то аналогичное по материалам в складных ножах. Вот. Да, есть вопрос компактности. Да, есть вопрос касаемо того, что в сложном варианте, не в сложном варианте. Но здесь не нужно ниоткуда выковырять грязь. И так далее, и тому подобное. Вот. Собственно говоря, что придумалось там кучу тысяч лет назад. Вот. Оно не может быть неудобным, ненадежным. Ну, ладно. Так вот. Собственно говоря, скиннер, скиннер. Хотелось сделать скиннер. Но чтобы он выполнял какие-то функции полевой кухни. И именно EDC ножа. Чтобы им можно было построгать, что-то подковырнуть, что-то вскрыть. Вот. Чтобы он был резучий. Но с элементами, с небольшими задатками ломика. Чем это было достигнуто? Ну, во-первых, это полноценный обух без каких-либо фальшлезвий. Довольно-таки мощный кончик. Вогнутая линза практически от 2 третий. Даже чуть больше клинка. Вот. В совокупности со сведением 0,4 мм. Здесь мы на выходе имеем и рез, и возможность построгать. То есть, вогнутая линза, как мы все знаем, она хорошо врезается. Вгрызается. Вот. Потом, очень мощный упор. Вот. Длина клинка здесь режущей кромки 80 мм. Общая длина 185, 190 мм у этого ножа. И несмотря на то, что вам покажется, рукоять недостаточно большой, это вообще не так. Это рукоятка под любую руку. И сейчас я объясню почему. Во-первых, в совокупности с этим огромным упором, видите, я могу посадить очень глубоко руку. Здесь мы имеем вот такие вот насечки для большого пальца. Они же актуальны, когда мы перехватываемся вот таким образом и делаем какие-то более тонкие работы. Но и это еще не все. Я покажу вот как раз таки на деревянном варианте. Здесь это очень хорошо видно. Мы задали этому изделию финскую рукоятку, то есть, придали ей грибок. Это как раз таки сделалось для того, чтобы очень хорошо при компактной ладони мизинец попадал в эту канавку. При обратном хвате указательный палец, каким бы хватом я его не взял, финский таким образом, таким образом, вот, грибком этот нож очень хорошо удерживается. То есть, если у вас ладонь большая, то сюда очень хорошо ляжет именно палец безымянный. Вот, и при длине в 110 миллиметров, 105 миллиметров, по-моему, сам ДТХ еще до конца не помню, ну, более-менее, ну, такая относительно небольшая рукоятка. Вот, в руке он как в литой будет лежать абсолютно у всех и каждого. То есть, на выходе мы получаем изделие крепкое, с харизмой, с возможностью поработать как и ножом разделочным, шкуросъемным, так и DC-фиксом. То есть, вскрыть какую-то консервную банку, отстрогать колышек, да, там, там, сделать, там, вырезать приспособу, вот, для съемок и телка и так далее, и тому подобное. То есть, поспособствовать может он у вас развертыванию лагеря в полевых условиях и не только. Вот, значит, темлячное отверстие у нас оснащено втулочкой. Вот так вот еще раз вам покажу рукоятку. Вот, здесь мы не стали снимать, делать выемку, так называемую бушкрафтерскую. Почему? Потому что, вот видите, я еще могу схватиться вот таким вот образом. То есть, вариативность хвата у него абсолютно максимальная. Касаемо ножен, абсолютная классика. Здесь, опять же, вопрос еще ценообразования. Я лично отталкивался от того, чтобы нож был, возможно, максимально доступен каждому. И, кстати, по этой же причине, да, знаю, есть актуальный запрос касаемо Böller N690, но настоящая, реальная N690 с сертификатом в небольших объемах сейчас, во-первых, ее очень тяжело достать, во-вторых, она стоит денег. Вот, поэтому мы решили поставить железо понятное. Вот, железо относительно адекватное, за нормальные деньги. Х-12МФ. Старая, добрая, проверенная сталь. Вот. Опять же, по вариантам ношения. Ну, как шейный вариант, на мой взгляд, все-таки он великоват, поэтому приняли решение остановиться на классике. Но, опять же, в частном порядке, при индивидуальном заказе, можем придумать ему и шейный вариант ножен. Вот. Кстати говоря, пишите вообще ваши мысли, что вы по этому поводу думаете. Вот. Возможно, стоит сделать какую-то доработочку и здесь организовать два люверса, но это пока что в планах прям так вот яро у нас не стоит. Да, еще хотелось бы сказать о том, то что это наша совместная история с Валерой Махмудовым в очередной раз. Вот. За что ему большая благодарность. Вот. Он очень много в этот нож внес. Собственно говоря, по поводу интеллекта тут его руки. На мой взгляд, повезло нам то, что в нашей команде такой мастер. Один из лучших сборщиков вообще в городе Кизляр. Да. И это, собственно говоря, полностью сделано в России и полностью сделано в Кизляре. Вот. Для многих это тоже важно. Да. Фурнитура, не знаю, возможно, китайская. Вот. За это точно не скажу. Не... Как это? Не пытаюсь раскритиковать как-то Китай. Вот. Это вообще на сегодняшний день такой стереотип и заблуждение касаемо качества. Там надо смотреть. Вот. Я опять же считаю то, что по складным ножам мы просто, ну, сейчас с ними не можем конкурировать вообще никак. Вот. Они, собственно говоря, на сегодняшний день, ну, лидеры. Как по мне, по крайней мере, в среднем и в бюджетном сегменте по производству складных ножей. Да, ну, это такое небольшое лирическое отступление. Кстати, пишите, что вы на эту тему думаете. Вот. Все-таки Китай, Китай, рознь. Вот такой вот у нас получился нож. Симпатичный, харизматичный, рабочий. Категорически удобный в руке. Да, и... Так вот сейчас. Значит, масса стандартной модели со стеклотекстолитом G10 у нас 187 грамм. Тут еще это тоже очень важно продемонстрировать. А вот в орехе 137, то есть у них довольно-таки существенная разница. И с ножнами. 233, 232 грамма. Это масса ножа G10 с ножнами. Собственно говоря, все, что хотел сказать. Вроде бы особо ничего не забыл. Но, по сути, очень много таких скиннеров. Но решили, что нужно какую-то изюминку придать. Я считаю, нам это удалось. Вот. Прошу любить и жаловать. Открытым и к заказам пишите. В описании, в закрепленном комментарии все будут контакты. Можете писать не напрямую. Подписывайтесь на нашу группу ВК, телеграм-канал и так далее и тому подобное. Вот. Описание, цены, все, все есть. Вот. В телеге есть он с ценой. Вот. Сообщество ВК блокирует товары фикс-ножи. Поэтому, кто, допустим, не сидит в телеге, кто сидит в ВКонтакте, но можете там мне написать, либо написать в чат. Вот. По всем вопросам. Ну, мой номер в WhatsApp тоже привязан. В комментарии он будет. Друзья, как обычно, всем добрых ножей, хорошего реза. Благодарю всех, кто присоединился к просмотру. Жду конструктивной критики ваших мыслей по всем вопросам, которые я озвучил. Вот. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok